Музыка Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Форум. Все началось с улыбки Бога. Там прозвучала песня, которая стала гимном. Гимном фестиваля «Рыжий город». Фестиваль «Рыжий город» имеет теперь не только гимн, он имеет мэра. Мэр города, рыжего нашего города, Георгий Голубенко. Этот фестиваль имеет душу, имеет организатора. Это Наталья Делиева, которая сегодня у нас в студии. А вот, наверное, основным вдохновителем всего того, что я сейчас рассказала, это, наверное, Таня Голубенко, которую мы с большим желанием пытались пригласить много раз, но вот сегодня, слава Богу, она пришла, потому что фестиваль, который будет проходить в этом году, а это второй раз «Рыжий город» будет фестивалить, он посвящен в том числе и памяти Георгия Андреевича Голубенко, потому что он, в общем-то, придумал «Рыжий город». И, в общем, все не случайно. Все не случайно, потому что последняя постановка – это «Одесский подкидыш», это театр клоунов, наш дом клоунов, где Наталья руководит. Их встреча с Натальей, с ребятами тоже. Вот-вот все, 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 цепочка, 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 цепочка. В прошлом году первый раз прошел этот замечательный фестиваль, где собрались рыжие и не рыжие, просто с рыжим настроением люди. Потому что Гарик когда-то написал «Одесса – город рыжий». Гарик подарил нам этот цвет. Построенный из рыжего камня, купающийся в ослепительно-рыжем солнце. Он рыжий еще и потому, что вот уже более двухсот лет блестяще исполняет, как говорится, на мировой арене роль рыжего клоуна, постоянно развлекающего всех, кто приезжает сюда, своими смешными, а иногда чуть печальными шутками. Впрочем, в том, что одесситы беспрерывно шутят, уверены только приезжие. На самом деле это не так. Просто одесситы так разговаривают. Вот теперь первый вопрос, Наталья, к Танюше. Танюш, как вообще писалось все, что потом появилось в книге «Рыжий город»? Как Гарик это писал? Вот эта книга замечательная, которую, кстати, можно купить. И на фестивале, наверное, тоже где-нибудь будет. Да, обязательно, обязательно, конечно. Показывайте книгу. Гарик писал ее очень долго. Вернее, он не так долго ее писал. Он долго собирал эти рассказы. Он слушал, слышал, о чем говорили люди, одесситы, приезжие. И вот так вот потихонечку-потихонечку собирал эти рассказы. Я так думаю, что все вообще началось у Гарика. Все началось вот с этой фотографии. Вот у меня есть такая фотография. Дома она у меня прям стоит на книжной полке. Это КВН, с которого, в общем-то, Гарик и начинал. Да. Я думаю, начинал писать, вот, потому что все-таки он был скрипачом. А начинал писать вот в КВН, основном, первое, первое, да? Вот где они здесь все молодые, где первый рыжий город для него был ощутим. Да? Наверное, вот отсюда. Вот эти вот молодые мальчики, замечательные, которые... Вот то, что делает сейчас Наташа, не дает миру забыть о том, что Одесса – это город, в котором шутят. Это город, в котором рыжий, да? Вот они тогда это почувствовали, мне кажется. Хорошо. Он писал. И расскажи, пожалуйста, вот у нас есть несколько историй. Расскажи эти истории Гарика, которые мы хотели, чтобы зрители услышали. Истории. Ну, историй много у Гарика. Он был необыкновенно, ты же знаешь, необыкновенно интересный человек. Вот книга интересная «Рыжий город». Но в быту, дома, со своими друзьями, он был в 63 раза интереснее и смешнее. Ну, просто прекрасно, да. Значит, ну, несколько таких маленьких таких сюжетов. Значит, очень хороший рассказ. Мы его с тобой очень любим. Да, мы рыдаем. Это наметанный глаз. Мы сначала ужасно смеемся, а потом рыдаем. Вот. По-моему, все его знают, этот наметанный глаз. Но основа, значит, этого наметанного глаза, мне кажется, была подарена мной Гарику. Потому что я ему просто так как-то в прыжке рассказала, что я, когда была совсем еще ребенком, я занималась художественной гимнастикой. И поскольку, ну, там по-разному мышцы развиваются, мальчишки меня дразнили во дворе, что у тебя правая нога менее красивая, чем левая. То есть левая нога у тебя намного красивее, чем правая. Вот эту вот фразу я так подарила Гарику. И как-то из этого вот он смастерил совершенно великолепный рассказ. Просто потрясающий. А как он писал вообще? Вот как это происходило? Где он писал? Везде. Но у него был кабинет. Он писал везде. Ой, крайне редко он писал в кабинете. Он писал на кухне, он писал в машине. Был период, когда бензин был очень дорогой, стояли в очереди по 6, по 15 часов. Мы сидели вдвоем с ним. Значит, я или спала, или что-то ему говорила. А он сидел и писал. Он мог писать везде. Мы приходили на пляж, я шла купаться, он сидел на стульчике и писал. Я говорю, Гарик, ну это же, иди искупайся. Нет, нет. Мне нужно вот что-то такое. Ты была первым слушателем? Да. Я, кот Лаки, совершенно потрясающий кот у нас был. И Дениска, наш сын Денис. Да, мы слушали его. Мы слушали, он мог, ну, Дениса и Лаки, он не будил ночью, а меня мог разбудить в 3 часа ночи, сказать, так, слушай нетленку очередную. Нетленку. Нетленку. Сейчас я тебе буду говорить. Я вскакивала, говорю, да, конечно, я слушаю внимательно. Он что-то читал мне, что-то было интересное. Что-то я говорила, ну ладно, утром еще что-нибудь подумаем об этом. Вот. И утром был другой вариант, уже более интересный. Ты засыпала, а он уходил писать? Работал. Если тот мне не понравился, значит, не то, что не понравился, а какие-то у меня были не такие радостные глаза ночью в 3 часа, как он хотел бы видеть. Значит, он что-то еще писал, что-то еще делал. Наташа, подкидыш явился, ну, наверное, таким толчком, да, вот после подкидыша. Вот какой рассказ тебя сподвиг на создание фестиваля «Рыжий город»? Или фраза «Рыжий город»? Знаете, у меня вот Таня рассказывала, я начала так вспоминать, ну, во-первых, с появлением Георгия Голубенко, мне казалось, что это вообще, ну, Бог, ну, таки оно есть, Бог прислал такие его к нам, эти посетения, улыбнулся, да, потому что этот спектакль по сей день у нас аншлаги в театре, вот. Вот, и, с другой стороны, это было хорошо, что он к нам пришел, мы уже не знали, сколько отведено было ему в жизни, и, ну, вот это была какая-то такая точка в ее жизни, этот спектакль, наше знакомство. И я, ну, практически, знаете, вот нет дня, чтобы я как бы не вспоминала Гарика, и его уход для меня был очень, очень болезненный, и особенно даже болезненный как директора театра, потому что Таня помнит, как мы сидели на банкете после премьеры, и Гарик начал рассказывать, как он уже начал писать для масок новую пьесу «Неудачники», и он так рассказывал ее, рассказывал преамбулу, Таня что-то меня отвлекала, я так слушала, и я не знала, как, и мне, я думаю, Боже, ну, слава Богу, вот. Это у нас натура загорающаяся, ты уже загорелась. Да, 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 и, знаете, вот, ну, этот фестиваль, который, ну, Гарик дал цвет городу, а ведь, ну, мало очень городов имеют цвет вообще, и, ну, я знаю, там, Белокаменная, Золотой Иерусалим, и вот Одесса Рыжая, все, больше я не знаю цветов. Как точно попал, никогда нигде не было действительно цвета, и вот точно Одесса Рыжий город, вот точно настроение рыжий. И я сейчас тоже интересная история расскажу в своей жизни. Я летела из Греции, и самолет, вдруг нам сказали, что мы будем садиться. Ну, по времени мы никак не должны были садиться. Мы к стюардессе, а почему, а что случилось? Она говорит, я не знаю, где мы будем садиться, я не знаю, мы все в шоке, начинают все плакать, ну, ужасно просто. Мы приземлились, мы спрашиваем, где? Они говорят, в Бухаресте, мы должны в Киеве, ну, приземлиться. Это, конечно, был такой вообще ужасный такой, ну, я никогда не думала, что со мной может такое случиться, но мы нормально приземлились, но там, оказывается, какие-то проблемы были с кондиционером, я не знаю. Люди выходили в большой панике, все были бледные, начали вызывать врачей. Ну, знаете, вот это такое чувство, когда вот ты садишься, и он очень быстро садился, когда у тебя больно в ушах, и такой какой-то кошмар. Я почему-то в этот момент много ела, как раз там что-то, еду какую-то прислили, но не о том. И вот мы, короче, мы сидим в этом аэропорту, не понимаем, что с нами будет, ну, когда мы в Бухаресте, а нам надо лететь в Киев, а там же автобусы, там родственники, ну, не важно. И люди плачут, и какие-то доктора всем дают что-то нюхать, какие-то таблетки раздают. И у меня вот эта вот маленькая книжечка была в сумке, «Рыжий город». И я была в группе, и я помню, я открыла Аркадийскую историю, и начала так слух читать, и люди начали смеяться. Вы знаете, это было так трогательно, думаю, боже мой, вот нет человека, а он действительно оставил такую нетленку, и когда нам в жизни так мало позитива, и когда у тебя в жизни такое что-то случается, и ты не понимаешь, что нужно в этой ситуации делать. А ведь так просто взять, открыть, вот, например, Георгия Голубенко, который столько дает юмора, жизнелюбия. И из этого еще и так получилось. Ко мне пришел наш журналист, и он говорит, я ему говорю, какая у тебя мечта? Он говорит, у меня мечта сделать парад рыжих. Я так на него посмотрела и говорю... Как все совпадает. Да, да. И вот это, вы знаете, как вот этот пазл, эта мозаика, а потом все так все это сошлось, и я прямо буквально через три дня позвонила Татьяне Юрьевне Марковой, нашему начальнику управления культуры, и спросила у нее, Сеяна Юрьевна, а как вы смотрите на то, чтобы у нас появился в Одессе фестиваль новый под названием «Рыжих» или «Рыжий город». Она говорит, нет-нет, «Рыжий город». И все, и вот с этого все и началось. Вы сделали очень хороший промо-ролик, сейчас мы его покажем, посмотрим вместе. Одесса – это не просто город, это улыбка Бога. Давайте будем любить и помнить этот удивительный, город, построенный из рыжего камня, купающийся в ослепительно-рыжем солнце. Этот рыжий город, дарящий людям юмор, означает надежду и оптимизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 и в его память. К тому же, в этом году ему бы исполнилось 70 лет. И, ну, это человек очень многое сделал для нашего города. Он останется навсегда в памяти Одесситов. А мы тоже будем делать. Танечке, спасибо большое, что твой муж вот так вот столько творил. И мы уважаем, любим, ценим. Ну, и тебя тоже. Спасибо. Танюш, и книга. И в процессе, в работе книга. Новая книга. Собрали все рассказы, которые были не опубликованы. Значит, пять рассказов Гарик успел написать про Боречку Литвака. Они, конечно, не обработаны. Не отредактированы. Тема интереснее, наверное. Почему? Потому что... Вот это как бы такой материал, вот вышедший просто из-под шариковой ручки. Из-под шариковой ручки, да. Вот. Поэтому, ну вот, как есть, так и есть. Они пять из такого, из черновиков, из набросок, они, значит, так в книжке и будут. Вот. Несколько рассказов новых, которые не были напечатаны. В основном все рассказы были напечатаны в журнале «Фонтан». Валерий Саакыч Хаид очень с Гариком дружил. И они, конечно... Много лет. Много лет. Да, очень давно, долго, совершенно. И он, Гарик его очень ценил как редактора. Как друга, как редактора. Вот эта маленькая книжечка, по-моему, была Валерий Саакчим тоже отредактирована. Обязательно. Вот эта книга, да. Как же, да. Вот. И несколько, буквально, несколько рассказов, но они тоже отредактированы, но которые нигде не были опубликованы. То есть есть надежда, что в этом году, к концу года, может быть, и появится новая книга на прилавках, да? Да, да. Есть надежда. Да, надеюсь. Да, надеюсь. И вот еще одна фраза. А потому перестаньте сказать, что настоящая Одесса уже не существует. Да, она за свои 200 с хвостиком лет умирала уже неоднократно. Но весь ее фокус, дорогие мои, именно в том и состоит, что возрождается она всегда, как минимум, на один раз чаще, чем умирает. И вот такой вот момент и уже в прошлом году и произошел, когда первый фестиваль прошел. Вот какая-то такая радость и появилась. Еще одно маленькое возрождение. Еще немножечко радости. Еще немножечко улыбки. Вот сейчас вы увидите, как это было в прошлом году. И заодно учите слова, потому что вы услышите гимн Рыжего города. Ах, этот город, рыжий город, Где солнце вспыхло, как порох, И красит рыжим листьям ворох, И кроет золотом дома. И рыжей девочке улыбка. Скрипка вдруг рассмеется и заплачет. Значит, на этих улочках портовых Снова нам от любви сходить с ума. Там, в том рыжем городе поем, Нам так было весело вдвоем. Снова нам от любви сходить с ума. Ах, как рыжий клоун без мешок. Сон, все это был чудесный сон. Ах, это море, что за море? На этом ласковом простое Не знали мы ни слез, ни горя. Пьянил нас ветер, как вино. Соленых губ твоих улыбка. Скрипка весь мир заполнила собою. Твое. Нас было в городе у моря. У моря. Что позабыть нам не дано. Так, в том рыжем городе поем. Да, так было весело вдвоем. О, как рыжий клоун без мешок. Сон, все это был чудесный сон. Как хорошо, что мы не знали, Когда встречались на причале. И волны счастья наскачали, Что это все не навсегда. Осенним дождичком проплачет. Плачет. Вдруг небо надо детской даче. Значит, Что золотое наше лето Это Не возвратится никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ах, этот город, рыжий город, Где солнце вспыхнуло, как порог, И красит рыжим листья ворог, И кроет золотом дома. Ну вот на такой жизнерадостной ноте, Наталья, пока Таня приходит в себя, потому что много фотографий, которые она не ожидала увидеть, я понимаю, в двух словах, что ждет в этом году, потому что мы показали прошлый год, понятное дело, что тоже будут какие-то новшества, кроме того, что в 6 часов, около 6 часов, 30-го числа, пожалуйста, у кого рыжее настроение, парики, футболки будут на месте, если у вас не будет рыжей экипировки, то это у вас будет на месте, главное взять рыжее настроение. Что в программе? Вы правильно сказали, дресс-код Оранж, прошу его поддерживать, конечно, в первую очередь, ну не в первую очередь, но хотелось бы в прошлом году эти милые рыжие дети просто до умиления, до слез их было такое количество. Да, да, обязательно, в 6 часов мы собираемся у Дюка, а в этом году мы запустим воздушный шар с рыжим клоуном Георгием Делиевым, он залетит над Одессой, пожелает Одессе счастья и, конечно, в первую очередь мира, мира Одессы, мира всей нашей Украины, чего мы так сильно ждем. И мы его таким образом приближаем, потому что мы считаем, что если у нас больше позитива, если мы больше будем смеяться, то у нас тогда мир придет быстрее, чем мы будем все плакать, ругаться, разъединяться. То есть в первую очередь этот фестиваль для объединения, для консолидации наших одесситов, гостей города. Я не ожидала, что этот фестиваль будет таким резонансным по всей Украине. И сейчас Facebook, электронная почта, все мне шлют, Наташенька, мы едем на рыжий город, едут со всей Украины. Причем то, что едут рыжие со всей Украины, это приятно. А также едут артисты со всей Украины. Едут клоуны из Киева, едут клоуны из Мариуполя, едут уличный театр из Винницы. У нас будут шикарные, веселые ребята из Николаева, прекрасные там биоатсабры, которые будут завершать весь рыжий город. Реселые ребята такие себе, да? Да, да. Значит, все начинается у Дюка. У нас, как в прошлом году, будет рыжий контроль. То есть мы всех пропускаем, у которого должны быть или рыжие волосы, или что-то рыжее присутствовало в одежде. Будут футболки, рыжий город, будут парики. Будем рисовать веснушки, завязывать шарфики, бантики. То есть мы все готовимся. И в это время, в прошлом году Георгий Дереев одевал парик Дюку. Да, ну в этом году Дюка оставим в покое, он будет на все это смотреть. Да, и мы запускаем воздушный шар вот на территории Мурвокзала. Всем рыжим будет это видно. Вот. И Георгий Дереев, значит, будет этот воздушный шар подниматься над Одессой. Потом мы все выстраиваемся в колонну с лозунгами о том, что Одесса лучший город на земле, о том, что рыжие в душе это позитивы, так это надо. Рыжие шарики, флаг, все. К нам, кстати, присоединился Феликс Шиндер. Он в прошлом году хотел участвовать в нашем фестивале, но у него не получилось. В этом году он с нами в колонне. То есть колонна у нас будет бравурная. С нами идут и клоуны, и Феликс будет у нас играть, и оркестр у нас будет. Будет очень много веселья. Я всех приглашаю, пожалуйста, приходите. В прошлом году дети, которые были в колонии, они говорили о том, что они в этот момент, там чуть ли это был не самый счастливый день в жизни. То есть настолько было позитивно, знаете, вот в этом воздухе. Вот. И мы приходим в гурсад, который будет уже превращен в рыжий город. А дюк, вы как идете? Мы идем от дюк, от мэри, от мэри, археологическому музею, и вот так вот в Дерибасовске, и вот так вот мы придем в гурсад. Там будут нас ждать ведущие, мы поднимем флаг рыжему городу. Вот. И начнется непосредственно как бы такое празднество. В первую очередь это будут конкурсы. Мы будем выбирать самую рыжую деточку, самую рыжую одесситку, самого рыжего одессита, рыжую самую семью активную, и рыжего питомца. То есть обязательно, у кого есть собачки рыжие, кошечки рыжие, приходите, всем будут призы обязательно, без призов у нас никто не уйдет. Вот. И к нам приезжает очень классный джазовый молодой парень, певец из Киева. То есть все время это будет... Лена Палаших записала тоже гимн рыжему городу, она будет это исполнять с детским хором. Семен Калика написал песню «Наш Барт, рыжий трамвай». У нас будет рыжая коллекция. У нас, господи... Кстати, мы подружились с фестивалем рыжих в Голландии. И в прошлом году мы голландцам отправили поздравления от рыжих Одессы и Украины Голландии. В этом году голландцы будут приветствовать нас, потому что приблизительно в одно и то же время проходит наш фестиваль. Программа будет очень насыщенная. И завершать все это будут веселые ребята из Николаева. То есть будут всеобщие рыжие танцы. Очень будет позитивно. У нас будет и рыжая фотосушка по всему территории городского сада. Будет она развешана. Все фотографии. Прошлого года все рыжие фотографии. Вот такая вот. И получается, что как бы наш фестиваль «Рыжий город» открывает празднество нашей любимой Одессы, дню рождения города Одессы. И первый фестиваль 30 августа «Рыжий город» 18.00. Всех ждем. Не забудьте, пометьте себе. 30-е число. 30-е число. Это вторник, 18.00. Да, ждем всех, кто уже в душе. Чуть-чуть раньше можно прийти. Танюш, понравился бы Гарику фестиваль? Я думаю, что да. У него есть чудесная фраза. «Одесситы всех стран соединяйтесь». Он написал ее в 1989 году. Давно. И, конечно бы, сейчас он бы сказал. «Рыжие всех стран соединяйтесь». Ну, а я закончу другой фразой Георгия Андреевича Голубенко. Просто Одесса – это такой город, про который выдумать ничего невозможно. Всегда будет менее интересно и уж точно менее смешно, чем было на самом деле. Поэтому 30-го идите непременно в 6 часов на фестиваль «Рыжих» и смотрите, как это будет. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова